Останавливающие движения с помощью локтя. Своего рода такой стопинг. Нижний уровень. Это то, что называют учебная стойка, нижняя рамка. Значит, мы не бьем локтем, а заставляем человека натыкаться на наши локти. Хотя можем добавить туда и какие-то дополнительные усилия свои. Нижний уровень, это в основном, когда вы двигаетесь среди какого-то количества людей. Или пусть даже один человек на вас где-то напирает. Сделать ему такую остановочку, нанизать его на свой локоть. Сделал опорную точку. То есть, если стойка вот такая, я здесь сделаю опорную точку. В подседе, с прямой спиной у меня начинают локти выходить. Расходиться в сторону. Вот эти вот острии локтей мы предлагаем нашему оппоненту. Это то, что касается нижней рамки. При этом мы работаем конструкцией. То есть, если человека рассмотреть с позиции инженерного сооружения, которое мы должны разрушить, то мы тоже своего рода инженерное сооружение. Или какой-то механизм, который разрушает противоположную конструкцию. Так вот, жесткость мы добиваемся именно подачи конструкции. То есть, если я буду вот так стоять и где-то выставлю локоть, и мне пойдет сюда воздействие, понятно, что меня опрокинут назад. Поэтому переход на ногу раз, выше. Или отставление ноги чуть-чуть, оттягивание воздействия на себя. Если мы работаем, допустим, вперед, работа идет не от плечевого пояса, а от ног и таза, от пяточек. То есть, вот такие подвороты. И видите, нога уходит назад. Она дает вот эту вот конструкцию, которая является более-менее жесткой. Увеличивается угол устойчивости. Верхний уровень тоже самое. Состойте. Если изнять верхнюю рамку, то защиты какого плана? Защита как в отдании чести. Вот. Но продолжаем выводить локоть вперед, направляем его на лицо противника. С последующими действиями. То есть, опять сжали себя на пружину. То есть, пружину скрутились, раскрутились. Скрутились в защите, раскрутились на противника. Опора. Если здесь мы можем упереть где-то себе в туловище, здесь мы можем упереть, создать дополнительный треугольник, который является жесткой фигурой. Как здесь. Как здесь где-то вот на голове. Как это делается, мы вам сейчас покажем. Раз ему выдали, видите, конструкцию туда загнали. Если его, допустим, здесь нанизали, можно добавить каким образом? Вглупить туда дополнительный удар. Если где-то попали здесь. То есть, мы сейчас не бьем, мы нанизываем его. Удара как такового нет. Удар можно развить в последующем действии. Допустим, я его где-то нанизал здесь. Ну, к примеру, так получилось. Я могу выйти на вот этот удар. То есть, где-то, бам! С последующим переходом. Но двигаться на него. Иначе он от меня уйдет, и я буду в воздух поработать. Отсюда выходить сюда, в нижний уровень. С нижнего уровня выходить в рамку сюда. То есть, по большому счету, по сути своей, эта смена стоит. Вот в самих стойках и зашифрованы эти действия. Ай, мне страшно скрутились, локоть пошел в лицо. Попали, допустим, локтем здесь. Выходим на удар. Выходим на какие-то работы здесь. Начинаем дальнейшую работу производить. С той руки. И стараемся. Где-то мы с ним стоим, чтобы на камеру. Закрылись, ай, мне страшно. Локоть направлен на лицо. Можем туда пойти. Как раз. Вот оно, движение. И конструкция. Вот этот треугольник жесткости. Переход. Смотрите, еще раз. Раз. Переход в нижнюю рамку. Но даю жесткость. Вот здесь вот. Идет мне где-то удар. Сворачиваю. Раз. Жесткая конструкция туда. Может быть, чуть на опережение. Локоть уже не вот здесь я его выстраиваю. Это уже логичнее будет бить. А мы нанизываем человека пока без энергозатрат. По движению он уже идет туда. Туда. И выстроенная конструкция. То есть, конструкция по отношению к вашему оппоненту должна быть острая и жесткая. Смотрите, как я создаю в локте остроту. Это пример. Просто как пример. То есть, алгоритм действий. Руки перед собой держу. Как мне получить здесь остроту? Смотрите. Раз. И получил достаточно острую и достаточно жесткую конструкцию в верхней части своего тела. А теперь мне надо создать эту же жесткость, но уже внизу. Как это делается? Вывожу. Может быть, посыл ногой туда. Вот и все. Пап.